Лоуренс Хоуэллс Посвящается Люси за любовь, поддержку и вычетку рукописи Предисловие Дорогой слушатель, меня зовут Лоуренс, и я клинический психолог. Представители моей профессии применяют идеи теоретической психологии, оказывая помощь клиническим группам населения, людям, испытывающим психологические проблемы. Для того, чтобы стать клиническим психологом, мне понадобилось много учиться и получить две ученые степени. Больше десяти лет я изучал психологию и ее прикладное использование для помощи людям, сталкивающимися с трудностями. Однако ко всем выводам, которые вы прослушаете в этой аудиокниге, я пришел самостоятельно. Никто меня этому не учил, это не входило в учебные программы в вузах, никто об этом даже толком не упоминал. Все потому, что эмоции, как ни странно, не входят в сферу исследований психологов. Мы изучаем мышление, то, как люди думают, память, раннее развитие, однако без упора на эмоции, а также поведение животных. Мы занимаемся исследованием различных видов терапии, когнитивно-поведенческой, когнитивно-аналитической, системной, а также рассматриваем нарушения, мы анализируем симптомы депрессии, тревожности и шизофрении, и способы лечения этих состояний, однако при всем этом мы не изучаем эмоции. Это стало для меня серьезной проблемой. Я работал в новой службе психологической помощи молодежи для ребят в возрасте от 14 до 25 лет. Молодые люди обращались ко мне со своими трудностями, но я не понимал, что считать нормой, а что отклонением. Как узнать, что является нормальным, когда ты даже не знаешь, как работают эмоции, для чего они нужны и что происходит, когда они проявляются здоровым и полезным образом. Даже если ко мне приходили молодые люди, чьи переживания явно отклонялись от нормы, я просто не мог помочь им прийти в норму, не зная, что это такое. Вот почему я начал свой поиск. Я проштудировал множество исследований в области человеческих эмоций, и оказалось, что большое количество психологов интересуются эмоциями и изучают их с различных сторон. Они исследуют эмоции в разных культурах, наблюдают, как они влияют на организм человека, на наше мышление и выполнение всевозможных задач. Мне было чрезвычайно интересно узнать, как работают эмоции, и связать эту информацию с тем, что я уже знал о лечении различных заболеваний. Меня удивила тесная взаимосвязь между наукой об эмоциях и психотерапией, в частности, когнитивно-поведенческой терапией, КПТ. Объединив знания из этих двух областей, я нашел ответы на множество непростых вопросов, которыми задавался не один год. Итак, эта аудиокнига «Результат труда», который для меня очень важен. Она венчает собой годы академической и практической работы, в ней содержатся ответы на вопросы, не дававшие мне покоя на заре карьеры. Некоторые из них я тогда даже не решался задавать. Например, какова функция гнева? Почему глубокая печаль связана с беспомощностью и безысходностью? Как понять, не вредна ли наша реакция на эмоции для нас самих? Что делать, если испытываешь стыд? В чем суть проблем психического здоровья? Ответ на последний вопрос мне не удавалось найти в течение долгого времени. Я пытался отыскать его в книгах, пробовал разобраться во всем самостоятельно и старался применять на практике общепринятые истины, рассуждая и действуя подобно коллегам-психологам. Однако, ничего не выходило. Я никак не мог уяснить для себя, в чем же принципиальное различие между тем, как мыслят, чувствуют и как ведут себя мои пациенты и тем, как делаю это я сам. В конечном итоге, я пришел к выводу, над которым приглашаю вас поразмыслить при прослушивании этой аудиокниги. И сами эмоции, и сопровождающие их процессы у всех людей, достаточно похожи. Приносят ли они пользу или заставляют страдать, мы испытываем эмоции одинаково. По-разному мы лишь реагируем на свои эмоции и возникающие при этом проблемы, результат неподходящей реакции. Понимая и принимая эмоции, реагируя на них конструктивно и зная, как выбраться из эмоциональных ловушек, мы получаем все необходимое для здоровой и полноценной жизни. Именно такие инструменты и предлагает эта аудиокнига. Пока звучит непонятно? Слушайте дальше, вы узнаете подробности из последующих глав. Уверен, к этому моменту у вас уже накопились вопросы о семи эмоциях. Попробуйте записать их. Надеюсь, в одной из глав вы найдете ответы. Если же этого не произойдет, дайте знать, и я постараюсь ответить на ваши вопросы. И уделю им внимание во втором издании. Я теоретик и практик, поэтому аудиокнига будет строго научной и в то же время доступной для слушателей. Работа над книгой доставила мне большую радость. Мне было приятно год за годом исследовать изложенные здесь идеи, обсуждать их с пациентами, изучать с коллегами и преподавать студентам. Я сам ежедневно применяю все эти принципы как в работе, так и в личной жизни. Я получил удовольствие от процесса написания книги и постарался сделать свои идеи как можно более ясными и понятными как для себя самого, так и для читателя и слушателя ее аудиоверсии. Надеюсь, аудиокнига вам понравится, и вы найдете здесь полезные мысли и ответы на вопросы, побудившие вас ее прослушать. Лоуренс. Введение. Возможно, вы слушаете эту аудиокнигу, потому что эмоции доставляют вам неудобства и проблемы, с ними трудно справляться, или же вам кажется, что ваши эмоции более интенсивны, либо наоборот менее выражены, чем у окружающих. Быть может, у вас вызывает сложности какая-то определенная эмоция, например, страх или печаль, либо вы просто интересуетесь своими эмоциями и хотите узнать, как почувствовать себя счастливее. А может, вам поставили, или вы поставили себе сами, диагноз, который предполагает некие эмоциональные проблемы. Или вы слушаете эту аудиокнигу, чтобы разобраться в эмоциях другого человека, например, своего ребенка или знакомого. Какой бы ни была причина из этого введения, вы узнаете, что эмоции – неотъемлемая часть человеческой жизни. У каждого из нас есть семь базовых эмоций, которые все люди переживают похожим образом. Эти эмоции влияют на наше самочувствие, мысли, состояние тела, выражение лица и на наши желания. Каждая из них имеет определенную полезную функцию. Затем мы увидим, как можно интерпретировать сложности, возникающие с эмоциями. Мы обозначим некоторые серьезные проблемы, связанные с постановкой диагнозов психических расстройств, с тем, что мы считаем себя больными и с попытками оттолкнуться от моделей нездоровья для того, чтобы прийти к выздоровлению. Я продемонстрирую, что трудности, вызываемые эмоциями, следует рассматривать как проблемы реагирования на них, а не проблемы с эмоциями как таковыми. Проблемы реагирования на эмоции называются эмоциональные ловушки. Это понятие имеет истоки в когнитивно-поведенческой терапии – КПТ. Во введении мы рассмотрим три основных положения, используемых в этой аудиокниге. Как понять и принять эмоции, как с ними легче справляться и конструктивно на них реагировать, а также как выбираться из эмоциональных ловушек. Введение закладывает основы для всей аудиокниги. Какой бы ни была ваша цель продуктивнее реагировать на собственные семь эмоций, выбраться из эмоциональной ловушки или понять эмоции другого человека, здесь вы найдете основные сведения, которые вам в этом помогут. Аудиокнига использует науку об эмоциях, чтобы помочь слушателю на пути к более счастливой и полноценной жизни. И именно в этом заключается ее уникальность. Семь эмоций. Стэнфордская философская энциклопедия утверждает, что нет ни одного аспекта психической жизни более важного для качества и смысла нашего существования, чем эмоции. Именно ради них стоит жить, а иногда и умереть. В процессе слушания этой аудиокниги вы, надеюсь, убедитесь, что эмоции – важная часть нашей жизни. В упражнении 01 вам предстоит ответить на вопросы о том, что вы знаете об эмоциях. Выполнять упражнение лучше письменно. Ответы приведены в следующем разделе, поэтому вы сможете проверить свои знания. Упражнение 01. Что вы знаете об эмоциях? Чем вызываются эмоции? Из каких компонентов они состоят? Для чего они нужны? Хотя в языке существуют сотни слов для описания эмоций, большинство теорий выделяют несколько главных эмоций, на основе которых уже формируются все остальные. Ранние теории предлагали различное количество базовых эмоций. Аристотель говорил о группе из 14 основных или неделимых эмоций. Это гнев, спокойствие, неприязнь, дружба, страх, уверенность, стыд, бесстыдство, доброта, бессердечие, жалость, возмущение, подражание и зависть. Роберт Плучик выделял восемь основных эмоций. Гнев, предвкушение, радость, доверие, страх, удивление, печаль и отвращение. Он расположил их на похожем на цветовую палитру колесе, на котором основные эмоции, как и основные цвета, можно смешивать, получая производное. В качестве примера он приводил гнев и отвращение, которые в комбинации дают ненависть или радость и доверие, из которых получается любовь. Пол Экман предположил существование семи основных эмоций и утверждал, что люди, принадлежащие к разным культурам, способны распознавать эти эмоции на лицах друг друга. В этой аудиокниге рассматриваются семь основных эмоций. Страх, печаль, гнев, отвращение, чувство вины, стыд и счастье. Каждой эмоции посвящена отдельная глава, и все вместе они описывают важнейшие эмоциональные переживания, с которыми мы сталкиваемся на протяжении жизни, а также основные проблемы, которые мы можем при этом испытывать. Причины возникновения эмоций Каждая эмоция возникает по определенной причине. Ее запускает некий повод или изменение ситуации. Это может быть очевидное событие, например, приближение к нам чего-то или кого-то. Это могут быть слова или поступки окружающих, брошенный на нас взгляд. Эмоция может быть вызвана нашими собственными поступками и словами, а также мыслями, идеями и воспоминаниями. Чтобы это ни было, наши чувства всегда можно чем-то объяснить. Иногда мы знаем причину, и тогда нам легче понять свои эмоции и отреагировать на них. Именно поэтому многие упражнения в этой аудиокниге предлагают вам вспомнить ситуации, когда вы остро переживали определенную эмоцию. В других случаях мы замечаем эмоцию, не осознавая при этом ее причины, и тогда нам стоит о ней поразмышлять. Иногда мы испытываем сразу несколько эмоций одновременно или череду последовательных эмоций. Бывает, мы обнаруживаем, что множество различных ситуаций заставляют нас чувствовать себя похожим образом. Один из важных аспектов понимания эмоций – способность установить причинно-следственные связи, и в каждой главе этой аудиокниги есть раздел, описывающий причины всех семи эмоций, призванный вам в этом помочь. Пять компонентов эмоций В эмоциях можно выделить пять компонентов. Самое очевидное – это чувство, осознанное переживание. Однако существуют и другие компоненты, такие как изменения, происходящие с лицом и телом, различные мысли и способы мышления, а также всевозможные модели поведения или побуждения. Какие из этих компонентов вы вспомнили, выполняя упражнение 0.1? Может быть, вы назвали что-то еще? Далее мы рассмотрим эти компоненты более детально. Чувство – осознанное переживание. Чувство нередко является самым заметным компонентом эмоций. Мы осознаем, с каким чувством связана каждая эмоция. Существуют сотни слов, с помощью которых мы описываем подобные чувства. От самых простых, вроде «грущу», «сержусь» или попросту «мне паршиво», до более ярких выражений, вроде «я на седьмом небе», «киплю от злости» или «я наверху блаженства». Переживание эмоции, как некоего чувства, отличается от остальных компонентов. Реакция организма. Еще один очевидный компонент переживания эмоции – это реакция нашего тела. Организм может подвергаться целому ряду изменений, которые в основном возникают из-за сдвигов в балансе вегетативной, автономной, нервной системы. Примечание. Вегетативная, автономная, нервная система – часть нервной системы организма, отвечающая за регуляцию физиологических процессов. Регуляция осуществляется без сознательного контроля, автономно. Разные эмоции характеризуются разными уровнями активации одного из двух состояний вегетативной нервной системы – симпатического и парасимпатического. Симпатическое состояние, подобно педали газа в автомобиле, оно одномоментно активирует различные системы организма. Это состояние запускается выработкой адреналина и кортизола.